В эфире новости на АТВ. С вами Михаил Богатых. Здравствуйте. И дома нету, и денег нету. 7 лет ожидания и фундамент вместо квартиры. Обманутые дольщики компании Шинэсэн бьют тревогу. Мы постараемся наказывать против уровня. Налоговые льготы, самоволки и наказы избирателей. В Улан-Удэ прошла внеочередная сессия горсовета. Если еще будут прививки, еще пойдем прививаться. Я прививки не боюсь. В Бурятии вакцинируют от COVID-19 сотрудников и постояльцев центров для пожилых людей. Мы регулярно освещаем тему обманутых дольщиков. Некоторые люди ждут свои квартиры годами. Многие выплачивают ипотеку, хотя по факту квартиры у них нет. На этот раз к нам обратились дольщики компании Шинэсэн. Они ждут свои квартиры уже 7 лет, а дождались только фундамент. Илья Балханов разбирался в проблеме. Обманутые дольщики компании Шинэсэн ждут свои квартиры с 2014 года. Многие из них до сих пор платят ипотеку. За 7 лет готовность здания ровно 7%. Застройщик уже давно банкрот. Сейчас стройка и в целом ситуация под крылом фонда поддержки дольщиков. Фактически, да, фонду пострадавших дольщиков нас отнесли. Но никакой отчетности, никаких ответов мы от них дождаться не можем. И на какой стадии все это у нас сейчас есть? Ну вот недавно, вот только недавно за весь этот период мы встретились с ними. И также никаких однозначных ответов не получили. У всех дети, да, в школу ходят там. И все это время платить ипотеку за дом, которого нету, вон фундамент, да, вот видите. Это трудно. И тем более, это получается, мы не по своей воле пошли, да, вот государство, получается, наше правительство загнало нас в такой тупик, да, можно сказать. И дома нету, и денег нету. Вот в таком состоянии уже шестой год получается. Фонд поддержки дольщиков может либо достроить дом, либо выплатить компенсацию. Однако при 7% готовности дома, скорее всего, о достройке речи и быть не может. Сейчас дольщики обеспокоены. По их мнению, все это затянется. Сейчас на выплаты у нас есть своя стоимость, да. Такая же стоимость в оценке есть в этом же фонде. Ее не мы передали, а конкурсные управляющие, с которым они работают на законных основаниях. А в чем дело и почему мы сейчас в неведении, мы до сих пор понять не можем. Однако в самом фонде заявляют, что каких-либо недопониманий нет. С их стороны делается все возможное для помощи дольщикам. У дольщиков Шинасены вопрос в стоимости квадратного метра не стоит. Они вчера к нам приходили, были представители дольщиков, три человека. Мы с ними очень подробно разговаривали, обсуждали, объяснили им, что да, действительно документы находятся с ноября месяца в публичной правовой кампании. Документы полностью переданы туда. От республики Бурятия они больше ничего не запрашивают. То есть сейчас мяч на стороне публичной правовой кампании. Публичная правовая кампания, они сейчас определяют размер финансовой помощи. 17 февраля состоится встреча дольщиков с представителями фонда и конкурсным управляющим. Надеемся, что там будут и люди из Минстроя Бурятии. Ну а мы обязательно продолжим освещать эту проблему. В свою очередь хотелось бы вообще обратить внимание главы республики Бурятия Алексея Самбуевича. Ну вы посмотрите на нас. Мы же не просто коммерческая стройка. Мы же проект федерального штаба, регионального. Ну почему бы с нами не встретиться? Потому что, как мы понимаем, все коммерческие стройки уже протолкнули. И это известно из средств массовой информации, что из 11 объектов республики Бурятия остались четверо. Вот Ситистрой, с которым вы уже встречались, и вот Шинэсен. Еще при всем на следующий год есть Амировцы и еще какая-то стройка. Ну я бы на их вместе тоже бы заволновалась. Илья Балханов, Булат Зандаков, телекомпания АТВ. Внеочередная и важная депутаты Горсовета обсудили земельный налог, наказы избирателей и проблему самовольных построек. Какие решения приняли, расскажет Анастасия Левина. Внеочередная 18-я сессия Улан-Уденского городского совета депутатов прошла стремительно. Меньше чем за час депутаты обсудили пять вопросов и приняли по ним решение. Голосовали быстро, единогласно и только за. Один из главных вопросов – освобождение резидентов ТОР от уплаты земельного налога на пять лет. И тут действительно спорить не о чем. Ведь ТОР или территория опережающего развития помогает привлечь инвесторов, а от них не откажется ни один город. По результатам реализации проектов резидентов ТОР планируется создание 352 рабочих мест. Инвестиции оцениваются в размере 2,5 миллиарда рублей. Помимо прочих плюсов для города, резиденты ТОР дают Улан-Удэ около 300 рабочих мест. От них город получает налог на доходы физических лиц. За передачу Комитету по строительству финансовых полномочий по сносу самоволок депутаты тоже проголосовали единогласно. И вот почему. Проблема была в чем. Раньше по решению суда в основном исполнял решение департамент судебных приставов, но у них бюджет, скажем так, недостаточный. Соответственно, на исполнение решения могли уйти 30-40, иногда и более лет. Сейчас локально можно, как говорится, по мере необходимости, в общем, выставляя приоритеты сносить незаконные постройки. Наказы избирателей депутатам теперь будут формироваться до 1 ноября, а не до 1 июля, как это было раньше. Мы постараемся наказы исправить вовремя. Так же детские площадки у нас появлялись хотя бы к 1 июня, как мы всегда это очень желаем, что мы на защиту детей, чтобы наши дети радовались. Также выгодные ямы, также водоснабжение, электроснабжение, чтобы появалось не со снегом, а чуть раньше. Анастасия Левина, Максим Пермяков, телекомпания АТВ. Вакцина от COVID-19 поступила в социальные учреждения Бурятии. Их сотрудники и постояльцы не сомневаются в том, что прививку делать нужно. Ведь именно пожилые люди тяжелее других переносят коронавирус и чаще умирают от его последствий. В республике продолжается вакцинация населения от COVID-19. Сейчас она проходит в подведомственных учреждениях Минсоцзащиты Бурятии. Социальные работники ежедневно контактируют с большим количеством людей. Поэтому они, как врачи и учителя, первыми проходят вакцинацию. Я вообще все прививки ставлю от гриппа. Я считаю, думаю, что это такая же прививка. После прививки сказали 30 минут посидеть. Потом я сказала в течение 5-6 часов, какая будет реакция. А я чувствовала себя нормально. Прививки не боятся и постояльцы центра. Все проходят предварительное обследование перед вакцинацией и обязательно наблюдаются после. Зоя Евгеньевна советует так делать всем. Сейчас коронавирус по телевизору посмотришь, страшно вроде бы. Вот и прививку обязательно сделали. Если еще будут прививки, еще пойдем прививаться. И всем жителям Бурятии посоветую. Особенно в пожилом возрасте обязательно надо прививки ставить. Не бояться. Вакцинация проходит в 15 домах-интернатах и 20 организациях социальной помощи семье и детям. По словам тех, кто уже испытал вакцину на себе, последствий они не ощущают. Анастасия Левина, Илья Столбовский, телекомпания АТВ. Это еще не все. Смотрите сразу после рекламы. Сагалган на АТВ. Эксклюзивные концерты, передачи и прямые эфиры весь день. Лиза Алерт. Это большая дружная семья. Это неравнодушие. Лиза Алерт. Медлить нельзя, действовать сейчас. Самому масштабному Бурятии поисковому движению исполнилось три года. Первые сутки потушили. Соответственно, цена товара и зарплаты выше в два раза, чем я буду тушить пять суток. Лес в Бурятии меньше горит и активнее восстанавливается. В Республиканском агентстве лесного хозяйства подвели итоги года. Вы из Бурятии? Да. Семь бы дому? Семь бы дому. Че не бейся? Так. Это уже сложно. Ши. Хэнка че нерутеп ши. Улан-Удэ лайф в Сочи. Что думают жители Черноморского побережья о Бурятии и Бурятах? Покупай в Абсолюте выгодно. Салями с кедровым орехом со скидкой 39%. Всего за 99,79. Абсолют. Гарант низких цен. Не знаете, как везде успеть 12 февраля? Просто включайте АТВ и погрузитесь в атмосферу с Агалгана вместе с нами. Специально для вас мы подготовили большую программу в честь праздника Белого Месяца. Концерты, фильмы и прямые эфиры. Так много и интересно только на АТВ. 12 февраля вместе с вами мы отметим праздник Белого Месяца. С самого утра в эфире АТВ вы увидите прямую трансляцию молебна Цедорл Хамо из Иволгинского дацана. А в 12 часов начнется наш прямой эфир с площади Советов. Там пройдет основное празднование Сагалгана вместе с жителями столицы. Помимо этого АТВ покажет 4 больших проекта, покоривший всю Россию двухчасовой Сагалган в Кремле со всеми звездами бурятской эстрадой. Праздничный концерт Бурят Халане Удар приуроченный ко дню бурятского языка. А наши друзья-комики из проекта Чива-03 поздравят жителей республики серией забавных роликов, посвященных празднику Белого Месяца. Жанри, а в Чивид? Да. Порезка вам пришла? Необходимо с нами проект. Я сегодня не могу. Почему? Сегодня будет урд, мне сегодня вообще из дома нельзя выходить. Ну а вечером вас ждет настоящий эксклюзив. Только один раз и только у нас. Сольный концерт Инги Халтановой. Не пропустите в 20.00 без повторов, только на АТВ. Лиза Алерт. Медлить нельзя, действовать нужно сейчас. Когда важна каждая секунда, когда на кону жизнь человека, когда сил полиции и спасателей не хватает, в дело вступают они. Первый в России отряд Лиза Алерт был создан после трагических поисков четырехлетней Лизы Фомкиной в лесу Орехозуевского района Подмосковья. Лиза была найдена погибшей после девяти дней в холодном лесу. Участники поиска были потрясены этой трагедией. Тогда и было решено организовать добровольческий отряд и назвать его в честь Лизы. Такая трагедия не осталась бесследной. Люди, которые пришли на поиск, решили создать отряд. За три года отряд получил 418 заявок на поиск из республики Бурятия. 291 человек при участии отряда найден живым. Из них 94 человека – это дети. Я пришла в отряд добровольно в июле 2020 года, познакомившись также с добровольцем отряда в совместном походе. Я всегда была неравнодушна к чужому горю. Я не знаю, у меня в крови, наверное. И поэтому, когда я… я не знала о том, что у нас есть такой отряд. И когда вот я в походе узнала об этом, я у меня даже не было… я ни на секунду не задумывалась о том, чтобы не вступить в ряды. Просим и приглашаем в отряд абсолютно всех, и в том числе и тех, кто может работать посменно. Попасть к нам очень просто. Телефон горячей линии 8 800 700 ровно 54 52, бесплатно из любого региона, можно сообщить. И моментально, даже по определителю номера, операторы передадут этого человека нам. Последняя история по поиску пропавшего произошла в последнюю неделю. 8 февраля мы получили звонок, а 9 февраля женщина была найдена. Благодаря усилиям всего отряда, координаторам, женщину вернули в семью. Лиза Алерт – это большая дружная семья, это неравнодушие, не знаю, счастье, наверное. Вы всегда можете вступить в ряды добровольцев. Важна помощь каждого человека. Потеряться не значит пропасть. Жиргалма Бадмаева, Максим Перемяков, телекомпания АТВ. В Республиканском агентстве лесного хозяйства подвели итоги. Практически по всем показателям положение лучше, чем в прошлые годы. Хотя это понятно даже без статистики. Думаю, многие жители Бурятии заметили, что лес горит гораздо реже, а возникающие пожары тушат быстрее. Как удалось так быстро переломить ситуацию, объясняет Алтана Мункуева. Леса Бурятии под надежной защитой. В прошлом году пожаров стало на 12% меньше. Абсолютное большинство возгораний, 86%, тушили в первые сутки. Это один из лучших показателей в России. Его удалось достичь благодаря профилактике, разъяснительной работе, оперативным действиям специалистов и ограничительным мерам. Однако последние не были тотальными и чрезмерно жестокими. Мы спокойно разрешили заготавливать черемшу, хотя был высокий класс пожарной опасности. И вот это ни одного пожара, кстати, не возникло в тех районах, где мы разрешили гражданам заниматься сбором дикоросов или других видов деятельности. Мы не запретили, не остановили ни переработку, ни заготовку древесины. Потому что лица, которые находятся в лесу, это больше эффект дает, чем он будет сидеть, извините меня, дома в рамках запрета или ограничения. Свою роль сыграла и правильная денежная мотивация. Это дает стимул для других, чтобы не то, что зарабатывать деньги, а именно то, что гарантии есть, участие, быстрое участие. В первые сутки потушили, значит, соответственно, цена товара и зарплаты выше в два раза, чем я буду тушить пять суток. В 2020 году в Бурятии почти на 20% сократилась заготовка древесины из-за запрета рубок в Центральной экологической, Орехово-Промысловых и особо охраняемых зонах. Сделали это для защиты Байкала. Агентство лесного хозяйства активно занимается не только защитой, но и восстановлением лесов. Мы можем, умеем и хотим заниматься лесовосстановлением. Мы построили тепличный комплекс для выращивания посадочного материала. То есть, если мы в питомниках выращиваем 2-3 года, то в этих условиях в однолетний период мы выращиваем хороший посадочный материал. В Бурятии создано 13 лесных питомников. Для защиты от черных лесорубов установили 165 фотоловушек. С их помощью уже выявили 12 нарушителей закона. Хозяйство получили 46 новых автомобилей для патрулирования территорий. Сейчас в Республике на страже лесов работают больше двух тысяч человек. Алтана Мункуева, Максим Пермяков, телекомпания АТВ. Сегодня у нас, пожалуй, самый необычный выпуск «Улан-Удэ-Лайф». Два наших корреспондента, Мария Масканян и Валерия Роднаева, взяли отпуск и отправились в Сочи. Но даже на отдыхе они ведут себя как настоящие журналисты. Знают ли жители Черноморского побережья, где находится Байкал? Что думают о Бурятии и Бурятах? Смотрите прямо сейчас. Всем привет! Мы уже больше недели находимся в Сочи. Впереди у нас еще три дня и три ночи. Да, за это время мы успели очень многое узнать об этом городе и о людях, которые его населяют. Да, что же местные жители города Сочи и туристы думают о Бурятии и о ее жителях, мы сейчас и узнаем. Лера вызвалась быть оператором, поэтому поехали! Мы приехали к вам из Бурятии. Что знаете об этом регионе? Блин, Бурятия? Честно, вообще ничего. Вообще не знаю. Что-то республика где-то находится на севере. На севере? Нет? Байкал, знаете, самое глубокое озеро. Вот это там находится. Бурятия? Да. Прямо на озере? В России, Уральские горы. Нет, 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 нет. Это больше на востоке, рядом с Байкалом. Это очень классная республика в России. Находится... В центре, да? Не в центре, она рядом с Иркутской областью. Знаете Иркутскую? Да, я что знаю. Вот. А Байкал наш. Что же Бурятия там? У меня много служили бурятов, у меня очень много людей. Хороший край, рассказывали. Отдыхать тоже можно ездить туда, интересно. Красиво. Степи только, ветер бывает сильно, а так все хорошо. Просто ручку дадите, он не укусит. Укусает здесь только я, это у красивых девушек, и то за одно место. Нет, есть. Нет? Ладно, заберу. Нет? Простите, я боюсь. Мне давайте телефон. Телефон? Нет. А давайте в Инстаграм. Давай в Инстаграм, конечно. Нет, давайте найди сама. Самая красивая. Ой, вы что мне лайки? Нет, здесь работают не то, что лайки, а здесь комменты. От вашей красоты темнеет глаза вот такое. Меня даже, видишь, дым-дым-дым. Все, хорошие. Это уже у вас шаблоны? У вас будет миллион. Каждой девушке так пишется? Нет, миллион пар... Да нет, это, знаешь, другим-то я всем вру, а тебе я правду напишу. Это вообще, друзья, встреча века. Мы нашли, мы встретили ее в Сочи. Сюзанну Аганисян все ее знают, как бьюти-блогера, визажиста из Лан-Удэ. Расскажи, как тебе в Сочи? Это просто круто. Еще у меня нет слов, особенно когда я сказала здесь, в этом месте. Не знаю, Сочи это какое-то отдельное мид искусства России. Вы с Бурятией? Да. Семьбриду? Семьбриду. Так, это уже сложно. Как думаете, где круче, на Байкале или на Черном море? На Байкале. На Байкале. Мы тоже так думаем. Краснополяна, Абхазия и центральный Сочи. А вот если взять из центральной России, в которой люди приезжают, с Сибири, с Москвы, если тоже взять, то в Бурятии люди, они более какие-то отзывчивые, добрые, с пониманием относятся. Так что приезжайте в Бурятию. Хорошо, приедем. А сами хотели бы на Байкале побивать? На Байкале, конечно. На Байкал стоит съездить. Чего вы мутите, а? Мы? Такие, ну да. Поехали куда-нибудь съездим, в Сочи. Ходите съездить. А мы вас приглашаем в Бурятию, потому что у нас есть Байкал, самое глубокое озеро, глава Ленина самая большая в мире и центр буддизма России находится в Бурятии. У вас, да, буддизма, точно. Вот за буддизм я забыл посетить. По нам видно, что мы туристы? Да. Почему? Ну, а первых вы снимаете, вы улыбаетесь. А местные не улыбаются? Ну, все своими проблемами загрузки. Понятно, что вы приехали отдыхать, вы улыбаетесь. Вам нравится вокруг яркие краски, да? Нет, потому что здесь тепло, погоня. Да. Немного, может, сравнишь с Бурятией, вот, плюсы-минусы. Чем Бурятия лучше? А, там, минусы. А ты сегодня поняла, да, здесь не бьются. Опишите тремя словами девушек Бурятии. Бурятия, это вы, да? Да. Во, очень мало. Я не знаю, какая Бурятия, не Бурятия, не имеет значения, но у вас такое, знаете, очень крутой какой-то круг общения, что вы рамки вот эти, которые вы очень далеко ушли, практически, девчонки. Короче, в институте спишемся. Ало, Эрик. Ну, а пока Мариам обменивается инстаграмами сочинцами, вы оставляйте комментарии, чем же славится наша республика. Валерия Роднаева, Мариам Исканян, телекомпания АТВ. Прямиком из Сочи. Это были новости на АТВ. Еще больше новостей ищите на нашем сайте и в социальных сетях. С вами был я, Михаил Богатых. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова